Всем привет! Смотрите, как восстановить данные из разрушенного RAID 5 массива Intel Entry Storage System. Мы рассмотрим первичную настройку устройства, как создать RAID массив, настроить сетевой доступ и добавить сетевую папку. В современных реалиях проблема надежного хранения файлов приобретает особую остроту практически у каждого пользователя персонального компьютера, даже если это простой домашний пользователь, без доступа к локальной или галбальной сети, с годами накапливается гигабайт информации. Фотографии, видео, различные документы и другие файлы. Риск потери всей информации в один миг и навсегда из-за неисправности жесткого диска довольно большой. Материнские платы компьютеров позволяют создавать отказовостойчивые программные RAID. Но все же есть много доводов за использование для этого специализированного решения в виде нас устройства, так как построение RAID на таких хранилищах построено на аппаратном уровне. Также увеличение объема и количество жестких дисков в отдельно взятом ПК не может считаться хорошим решением, увеличивается требование к питанию и охлаждению, повышается уровень шума и т.д. На нас хранилище обеспечит сохранность ваших данных и сетевой доступ к ним. Технологии RAID довольно надежный тип хранения важной информации, но все же не зависит от нескольких факторов. Как и любое устройство NAS тоже не идеально и при длительном сроке службы может выйти из строя. В результате вы потеряете доступ к вашим файлам, которые на нем хранились. Далее в видео я покажу, как организовать хранение данных на Intel Entry Storage System NAS модель SS4000 и как вернуть с него данные в случае поломки NAS, выхода из строя диска и случайного удаления. Для начала давайте разберем первичную настройку сетевого хранилища. Открываем браузер, вводим IP-адрес сервера. После входа вы попадете на страницу инициализации дисков. Если подключенных дисков нет в этом списке, нажмите SCAN и START для начала настройки. Начнется запись информации и начальная разметка дисков, после чего нас перезагрузится. Ждем его повторной загрузки. Далее вы видите приветственное окно. Жмем NEXT для продолжения настройки. Принимаем условия лицензионного соглашения. NEXT. На первом шаге нужно установить имя системы. Часы. Сетевые настройки. И тип дискового массива. Устройство позволяет создать три типа рейд. Пятый, нулевой и первый. Нам нужен пятый рейд. В настройках дискового пространства указываем размер диска. И жмем FINISH. И OK для подтверждения. Изменить указанные параметры конфигурации дисков можно только с потерей информации. Кроме информации на дисках теряются настройки общих папок, пользователей и групп. Теоретически последний вариант конфигурации дисков допускает добавление новых дисков в дальнейшем и без потери информации. Однако он не обеспечивает надежности. Ждем завершения настройки системы. По окончании устройство перезагрузится автоматически. Затем вводим логин и пароль. По умолчанию admin и пароль storage. После откроется окно управления хранилищем. Здесь вы сможете создать нового пользователя, группу, общие папки, а также предоставляет доступ к административным функциям. Для начала настроим сетевой доступ к хранилищу через FTP протокол. Для этого открываем вкладку меню Advanced и переходим в раздел Network. В самом низу окна активируем FTP сервер. Затем Apply для сохранения настройки. Теперь создадим пользователя, которому будет предоставлен доступ к общей папке по FTP. Открываем вкладку Users и добавляем нового ADD. Указываем тип подключения. Логин и пароль. Далее создаем новую папку для общего доступа. Открываем вкладку Shared Folders. Для добавления жмем ADD. Указываем имя. Выбираем из списка пользователя, которому будет предоставлен сетевой доступ. Устанавливаем права чтения записи и Apply для сохранения. ОК. После вы сможете подключиться к нас в FTP и загрузить ваши файлы. Конфигурация и текущее состояние дисковой системы отображается на вкладке Disks. На данный момент идет инициализация. Процесс построения дискового пространства. Здесь же можно перенастроить конфигурацию, где вы сможете изменить тип рейт массива и размер тому. Как я уже говорил ранее, любое изменение типа рейт невозможно без потери данных. Если в результате работы NAS вышел и в строя, не работает один или несколько дисков массива, в результате потеряли доступ к данным, которые остались на дисках, вернуть файлы вам поможет программа для восстановления данных с RAID. Hetman RAID Recovery. Программа поддерживает все популярные типы рейт массивов и большинство файловых систем. Поможет собрать разрушенный рейт из накопителей даже при выходе одного или нескольких дисков массива. С ее помощью вы сможете вернуть критически важную информацию, которая осталась на дисках без использования NAS. Достаньте диски из сетевого хранилища и подключите к материнской плате ПК с операционной системой Windows. Если для подключения на материнской плате недостаточно SATA портов или разъемов питания, воспользуйтесь специализированными расширителями и переходниками. Их вы сейчас видите на экране. Построение RAID на данном типе устройства основано на технологии IPS Store Partition, и многие программы для восстановления не поддерживают данную технологию. В Headman RAID Recovery реализирована поддержка данной технологии хранения. Как видите, программа в автоматическом режиме собрала наш рейт и отображает все его параметры. Для поиска нужных файлов жмем по диску правой кнопкой мыши и выбираем открыть. Указываем тип поиска, быстрое сканирование или полный анализ. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование. Программа оперативно просканирует диски и отобразит все найденные файлы. Если в результате вам не удалось найти нужных файлов, выполните полный анализ. Укажите файловую систему и нажмите «Далее». В особо сложных ситуациях рекомендуется выполнить поиск по сигнатурам, установив отметку «Глубокого анализа». Программа нашла все файлы, которые хранились на дисковом массиве. Для удобства здесь реализирована функция поиска по имени. Содержимое файлов можно посмотреть в предварительном просмотре. Удаленные файлы отмечены красным крестиком. Ищем те, что нужно вернуть. Отмечаем их. И жмем «Восстановить». Выбираем диск. Папку, куда сохранить файлы. И жмем «Восстановить». По завершении все данные будут лежать в указанном каталоге. В особо сложных ситуациях при затирании критически важной служебной информации на дисках программа может не собрать RAID-массив в автоматическом режиме. В таком случае здесь реализирована функция ручного построения RAID в конструкторе. Для такого построения вам нужно знать всю информацию о разрушенном массиве. Открываем RAID-конструктор. Выбираем пункт «Создание вручную». Далее вносим данные массива. Тип RAID. Порядок блоков. Их размер. Добавляем диски, из которых состоял массив. И указываем их порядок. В результате он должен появиться в этом окне. Если параметры указаны верно, вы видите дерево каталогов. Если его нет, параметры указаны неверно. Или их недостаточно, чтобы определить RAID. Возможно, нужно указать смещение, по которому находится начало диска. Определить его можно с помощью HEX-редактора. Указав все параметры, жмем «Добавить». После массив появится в менеджере дисков. Теперь осталось его проанализировать. Выбираем быстрый или полный анализ. И восстанавливаем нужные файлы. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.